итак друзья приступаем в общем показываю не знаю увидите нет сам процесс что везде одни фотографии именно видео вот закрепил стойку креплю вот она видна на фотографии покажу так немного для ясности вот на этой полочке под сидением крепим крепим винтиком в отверстие которое близкое к пассажиру его я рассверлил до восьмерки и восьмеркой длинные закрути снизу специально поставили барашек чтобы легче было закручивать потому что под сидением работать конечно очень неудобно от слова совсем туда вообще не подлезешь дальше увидите что вот такое крепление позволяет значительно облегчить снятие и установку радиостанции креплю в самое близкое к пассажиру отверстие расширив его до восьмерки винтом восьмерка барашком прикрутил чтоб удобнее было снимать вот так вот заводим назад заводим назад сзади вставляю вперед вот так вот в рамку вставляем вот вставили в рамку теперь нащупываем отверстие все на ощупь все к сожалению на ощупь в позе зю не очень удобно никуда не денешься небольшая хитрость установки не просто так я поставил на один винт закрепил рамку можно развернуть и легко вкручивать боковые винты крепления радиостанции кранки уже там визуально совмещаешь отверстия и крутишь легко и просто берешь так и закручиваешь потом ставишь как положено разворачиваешь и и хомутом если надо вот то есть барашек поставил барашком вот так подтягиваешь вот и все считайте установлена теперь что берем открываем лючок где у нас минус вот он вот минусовой болт я уже выкрутил сейчас туда беру минусовой провод радиостанции вот я сделал подсовываем подвинут и закручиваем винт это всеми любимая наша десяточка стандартно и так вот затянули здесь затягивается с приличным усилием чтобы все контактило все готово так теперь берем плюсовой от аккумулятора и плюсовой рации соединили и обязательно защиту надеваем так друзья переходим к прокладке проводов для этого надо будет снять порожек у меня уже провод проложен плюсовой вот таким образом прошу не критиковать как проложил так проложил накладка вот центральная снимается легко буквально одной рукой вот видите как вот эта часть тоже легко приподнимается сверху держится на одном пистоне лючок необходимо вскрыть такая ковырял очка очень удобная в китае куплены и очень легко вскрывается вот эта дверка вот из этого лючка есть вход в стойку туда под обшивку сюда очень легко будет протолкнуть информационный кабель тангенты то есть удлинитель тангенты которые идут в комплекте вот он на само гнездо вставить пустышку с той стороны там определенным образом вставляется замочком вниз только с той стороны он может быть вставлен прошу учесть как я и сказал здесь спокойно проходит провод сверху если просовывать а вот здесь вот смотрите как хорошо встает вот этот удлинитель разъем сюда вот классно но длины его не хватает чтобы закрутить гайку соответственно пропустив вот сюда вот кабель здесь находится рычаг открывания капота лучше пропустите вот за этот металлический крюк вот вот так вот старайтесь чтобы узлов не появлялась ровненько тяните вот видите все теперь он ляжет ровненько вот здесь вот по жгуту вот здесь вот и в районе сиденья опускайте его под сиденье вот видите кабель пропущен вот все он уходит вот сюда вот под сиденье так как его очень много то вот видите четыре стандартных витка вот как вы купили он был смотан вот так вот вот четыре с половиной даже стандартных витка хомутиком или проволочкой вот так вот стягиваем подсовываем под кресло и подключаем к рации так вот смотрите подсовываю кабель сюда вот вот он вот чуть вытянул подключаю в рацию вот застежкой вот этой вот вниз вот так вот все до щелчка подключил чуть-чуть вытянул убрал все лежит не мешает здесь вот только аккуратно проложите вот видите здесь вот эти вот защелки вот это вот корпус этот корпус я снял вот эти вот штырьки пластин ходят вот эти защелки вот соответственно кабель прокладываем так чтобы он не мешал защелкиваться вот видите вот вот так между жгутом так вот сюда наверно удобнее опустить будет вот так соответственно электрический тоже бортируем рядом с информационным хотя кто его знает ну давайте проложим по другой мало ли какие-то наводки вот так вот сбортировали его вот здесь вот вывели вот здесь вот здесь прям здесь расстояние между полом и вот этим кожухом средней стойки ну и в результате получилось вот такое вот смотрите солнышко загоряжу чуть-чуть вот так все четко все расщелкнулось итак друзья приступим к измерениям значит включил 15 канал сеточки д вот ксв метр ставлю на 10 ватт измерения мощности вот этот прибор меряет мощность а этот ксв нажимаю передачу ставлю единичку вот выставил единичку переключаю в измерение ксв получается у нас полтора полтора и мощность у нас 6 ватт до 6 чуть больше 6 вот так вот пошли шевелить антенна так и в результате вот танцев с бугнами вокруг антенны значит вот еще раз forward ставим единичку смотрите вот четкая единичка переключаем на измерение ксв получаем 1 и полтора где-то и мощность сразу поднялась до 8 ватт если вы обратите внимание не забудьте подписаться иногда выкладывают что-то интересное всего доброго спасибо за внимание не забудьте подписаться не забудьте подписаться не забудьте подписаться не забудьте подписаться